Открывать престижный конкурс профессионального мастерства доверено тем, с кого начинается школьная жизнь тамбовских мальчишек и девчонок, экспертам в области истории, родного языка и спортсменам. Это 20 учителей-предметников, именами которых гордятся целые школы и лицея Тамбова. В этом году, как никогда, в нашем конкурсе, я не побоюсь этого слова, участвуют звезды. Звезды тех учреждений, которые представляют, наверное, наше учительство и город Тамбова, и звезды, которые передают опыт внутри тех коллективов, которые они представляют. Первое конкурсное испытание – визитная карточка. Каждый учитель должен рассказать о себе так, чтобы у членов жюри не осталось никаких сомнений в том, что именно он достоин высокого звания «Учитель года». Испытание «Визитная карточка» прежде всего творческое. Оно не ограничивает конкурсантов никакими рамками, поэтому здесь они могут проявить всю свою креативность, чего порой так не хватает в повседневной жизни учителя. Его будни словно эстафета – постоянная передача опыта, где именно от него зависит будущее целой команды. Сергей Глушкин работает учителем физкультуры в течение 27 лет. За это время он успел воспитать сразу несколько достойных преемников, которые теперь тоже прививают любовь к спорту ученикам Тамбовских школ. На сцену вышли все вместе. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей. Естественно, поддержка обязательно должна быть. Команда, определенная команда, которая должна даже психологически поддерживать обязательно конкурсантов. Конкурс – это в первую очередь сотрудничество, понять что-то новое, принять, поделиться своим опытом. Я считаю, что это определенный этап тоже профессионализма. Представление визитной карточки – своеобразная разминка перед большой гонкой. Впереди учителей-предметников ждет разработка собственного интернет-сайта, показ мастер-класса и презентация уникального проекта. Лучший представит областной центр на региональном этапе конкурса. А там всего один шаг до гордого звания учителя года. Юлия Савушкина, Олег Осипов, Олег Щербаков, Область новостей.